Доброе время, дорогие друзья! Итак, на этой неделе стало известно, что один психиатр подразделения Александронии была уволена со службы по причине того, что она в своих публичных высказываниях обвинила иного комбрига Мушепеселя в том, что он призывает своих солдат к геноциду, к геноциду против так называемых палестинцев, против арабов в Гази. Надо отметить, также она выступала против одной из матерей, потерявшего своего сына, господина Дерри, которая гордилась своим сыном и, выступая, естественно, на похоронах, искала, чтобы шли до конца наши солдаты. Надо отметить, что такие психиатры, которые призваны поддерживать и следить за здоровьем, психическим здоровьем наших солдат, самим им нужен психиатр, потому что они высказываются в сторону какого-то геноцида, отрицают убийство 7 октября, поддерживают изо всех сил, понятное дело, левой идеологии, изо всех сил так называемых бедных и несчастных жителей Газы, которые на самом деле все убийцы, террористы и нету там никаких мирных жителей. И надо отметить, что в выступлении самого господина Песеля, комбрига Александрони, не было ни одного слова, мы даже пересмотрели, послушали, не было ни одного слова призыва к какому-либо геноциду, то есть интерпретация, поднятие духа солдат, гордости за солдат, за то, что они ведут правильную войну и то, что вот эта госпожа Энгер так люто ненавидит религиозных сионистов или просто все еврейское, он, мы понимаем, новый комбриг является представителем религиозного сионизма, то есть кипоцруго так называемых, то есть лютая ненависть ко всему еврейскому, к своему народу, к своей стране перекрывается абсолютно всем, неважно, какую должность занимает человек, неважно, в какой роли он является, для него солдаты, для него, его же подопечные, его же солдаты, подразделения Александрони, которые отважно воюют уже больше 10 месяцев, являются инициаторами геноцида и игнорируются все факты, что это все наоборот, то есть вот эта лютая ненависть и слепая вера в какие-то свои идеологии, подкрепленные выдуманными, вымышленными вещами, это то, что до сих пор лежит в головах так называемых левых, и неважно, где они находятся, будь то они в правительстве, будь то они просто выходят на забастовки те или иные, и будь то они в СМИ, то есть ненависть перекрывает все, и ненависть в первую очередь к своему народу. Мы понимаем, что оздоровление армии может произойти только в случае, если снизу будут подниматься настоящие солдаты, настоящие патриоты нашей страны и расти дальше, и мы понимаем, что верхушка до сих пор, и в том числе, кстати, образовательные войска, это абсолютно левые, прогнившие идеологи, тянущие за собой веретено осло, когда нас, то есть наш еврейский народ, который вернулся сюда ради того, чтобы реализовать задачи Всевышнего, ради того, чтобы вернуться сюда навсегда, после Галута, после тысячелетия изгнания, вернулся сюда на свою землю, которая дана самим Всевышним, нашему народу, и только мы единственные, которые имеем право во всем мире на определенные клочки земли, и с другой стороны мы видим люди, которые живут в прогнившей идеологии, выдуманной идеологии, обвиняющей своих же солдат, своих же подопечных в оккупации, геноциде и так далее и тому подобное. То есть оздоровление может произойти, когда будет говориться правда. Вторая новость также произошла на этой неделе. Уволился по собственному желанию профессор криминологии и криминалистики еврейского университета госпожа Киваркян, Надира Киваркян, которая и ранее была известна своими высказаниями, отрицавшая, естественно, резюнью 7 октября, дававшая интервью, скандальным интервью Democracy Now левому каналу, такому социальному каналу в Америке, отрицая, естественно, резюнью 7 октября, отрицая право еврейского народа на нашу землю. То есть примерно шла по тем же лекалам госпожи Энгет и преподавала, естественно, криминалистику, и преподавала социологию. И мы понимаем, что отстранив ее, или, как говорится, вынудив ее отстраниться от профессорской деятельности, опять-таки по инициативе комитета, естественно, комитета, который следит за нравственностью внутри университета, но и по инициативе объединения студентов, которые в неочередной раз устроили забастовки, устроили, не провокация, а устроили обращение в те или иные структуры. И даже эту госпожу Киваркан задержала полиция, но даже при всем при том, что ее высказывания в социальных сетях, высказывания этому демокрационалу, обвиняя в том, что еврейские студенты шарахаются и боятся слышать арабскую речь. Естественно, в еврейском университете, к нашему сожалению, есть огромное количество арабов, которые учатся арабов, так называемых, израильтян, и не только. Так вот, шарахаются, потому что евреи, это ее слова, евреи, еврейские студенты осознают и чувствуют свою вину по отношению к арабским студентам, притеснению. На самом деле, после 7 октября люди шарахаются от арабской речи по одной простой причине, потому что была резня страшная, и, естественно, мы видим настоящее лицо тех или иных арабов. Естественно, есть хорошие ребята, которые поддерживают Юсеф Хадат, к примеру, которые поддерживают Израиль, воюют за Израиль, которые страдают, жертвуют ради себя за Израиль, но таких огромное-огромное меньшинство, большинство арабского населения люто ненавидит еврейский народ, и была бы у них возможность сделать бы то же самое, что было 7 октября. И вот такие профессора получают огромные зарплаты, и еще имеют влияние, и в 2019 году примерно такая же одиозная личность обвинила солдатку, которая была на службе, тоже студентку еврейского университета, в том, что она ущемляет права своим присутствием в военной форме арабских студентов, которые, естественно, выступили, очернили, обозвали ее оккупанткой и так далее и тому подобное. То есть мы понимаем, что оздоровление, это только вершина айсберга. Вообще в еврейских университетах происходит очень много изменений, но очень медленно, но там тоже бушуют левая идеология, идеология Осло, так же, как в армии Верхушке, и в тех или иных структурах, так же и в университетах. До сих пор есть очень много профессоров, которые прогнившие, ненавидят все еврейское, как я уже ранее говорил, и боятся признать, что на самом деле оккумбанты не мы, а арабские преступники, которые приходят и готовы нас убить, и с одной только целью, если шарахаются от арабских студентов, то по причине, или от арабской речи, по причине того, что не как выдуманы головы кевархян, потому что мы якобы чувствуем свою какую-то вину. Нет, нет. Именно потому что неприятно, не хочется сидеть рядом, не хочется иметь никаких отношений с потенциальными террористами-убийцами. В общем, мы видим изменения, мы видим, что есть студенческие комитеты, которые намного-намного отрезвели, становятся более нормальными, более еврейскими, которые не готовы, курица, жертвовать своими принципами ради выдуманных левых идеологий, левых профессоров. И даже если было бы какое-то возбуждено уголовное дело против кевархян, несмотря на то, что полиция допросила, обвиняя ее в провокации, то мы понимаем, что в прокуратуре есть проблемы, мы понимаем, что судебная система тоже имеет огромное количество, и прокурорская система тоже, огромное количество левых идеологов. В общем, постепенно мы должны говорить правду, и постепенно это будет улучшаться ситуация, улучшаться атмосфера в нашей стране, воздух, как говорится, очищаться от врагов, от подстрекателей и просто людей, что у них нужно, кстати, взять на заметку хорошее, но, как говорится, они используют это в плохое, это их слепая вера. Мы должны также верить во Всевышнего, быть уверены в своей правоте, здесь, находясь в земле Израиля, вернувшись спустя тысячелетия, потому что мы народ веры, мы народ со Всевышним, и только со Всевышним мы сможем закончить всю нашу духовную работу, которую мы здесь производим ежедневно, ежечасно на нашей земле, на земле Израиля, земля, которая дана самим Всевышним. И это не нужно стесняться, это нужно говорить правду, и где это уместно, и гордиться этим, что мы, Тора, еврейский народ и земля Израиля, это мы не единое целое, не разрывное целое, и вернулись сюда на века, на вечности, и будем и дальше желать всем успехов, тех, кто еще не репатриировался в Израиль, пожелаем сделать Илью, вернуться к себе, к своему народу и здесь улучшать атмосферу, делать намного больше добра, хорошего и тем самым рассеивая зло. Полные детали обзор двух этих новостей можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, другим видео с друзьями, с Божьей помощью будем следить им больших чудес нашей прекрасной и святой страны и в мире в частности. Если вы интересуетесь новостями Израиля, вам нравится наш проект, или фасейские какие-то идеи, пожелания, комментарии, оставляйте под этим видео, хотите стать спонсором нашего канала с вкладочкой спонсорства, другие реквизиты. Подписывайтесь на наш новый телеграм-канал Хелик Новости Израиля. Будьте здоровы, берегите себя близких и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok